Зори небесные Отчистены от всяких скверных И спаси блаже души наши Господи, благослови наши занятия Не дай уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания То, что Ты хотел нам сказать в Своем Писании Хвала Тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух, Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь Второе послание Тимофею Третья глава, восьмой стих Как и они и и Амри противились Моисею Так и сии противятся истине Люди, развращенные умом, невежды в вере Второй Тимофею 3.9 Но они немного успеют Ибо их безумие обнаружится пред всеми Как и с теми случилось Толкование Как же в другом месте апостол говорит Они еще более будут преиспевать нечестие Второй Тимофею 2.16 Там он утверждает, что еретики, начав вводить новости и заблуждения Не останавливаются, но постоянно изобретают более новые Здесь же он утверждает, что они не обольстят и не увлекут многих Хотя сначала, казалось бы, и совращают некоторых Но скоро сами будут обличены Посему прибавляет следующее Если не веришь, научись из того, что случилось с теми волхвами Те были изобличены в том, что делали призрачные чудеса И обманывали, когда Моисей совершил истинное чудо Поэтому все, что по существу своему нехорошо На время только кажется хорошим Второй Тимофею 3.10 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении Те, говорит, таковы, но ты хорошо знаешь наши отношения А они не таковы Ты не просто пристал ко мне, но и последовал То есть долгое время пребывая и разделяя все со мной Внимал всему моему и навык Будь же крепок и борись с противниками В учении, то есть в слове, житии, то есть в жизни и нравах В расположении, то есть в ревности и мужественном воодушевлении Ибо я, говорит, не только учил, но и исполнял В вере, то есть твердости в истинных догматах Или вере, не дающей в опасностях впадать в отчаяние Но веровать в Бога, что он избавит Великодушие по отношению к еретикам Ибо я не возмущался, но все принимал скротостью терпений в гонениях Порассуждать не желаете на эту тему Нет вопросов? Давайте У меня не вопрос Сегодня такое поднималось на прочтение мотиватора, как прочитала Что гонение на тех, кто говорил истину То есть посланные Посланные были апостолы И они не воздавали за зло А делали добро И не надо было им крепиться Не обращать внимания на все, какие бедствия И еще даже они благодарили Бога за то, что Господь посылал такие всякие искушения от людей Мне вот это понравилось Но факт тот, что такая ситуация Я еду такая довольная вчера вечером Домой в автобусе И думаю, а вот забро надо там все делать Так это такая села И вдруг на где-то остановке 3 проехала Заходит парень такой пьяненький Кондуктор подходит и говорит Ну, в общем, давай рассчитывайся Он считал, у него денег не хватило Не хватило то ли 5, то ли сколько рублей Я посчитала, у меня мелочи тоже нету Это уже, смотри, 3 рубля ему, да, подала 3 рубля И рубль еще не хватает Я говорю, женщина, ну кого рубль? Дайте хоть ему рубль, чтобы он проехал-то А тебе, давай все из кошельков Пока доставали, одна женщина достала против него Он прям взял и ей руку поцеловал Она рубль ему положила И говорит, да здравствуют русские Да здравствуют русские Не дали меня это, чтобы проводник выбросил Вот какие вы добрые, вот вы ко мне добрые Я вот такой вот, все, я благодарю А женщина одна говорит, что ты там благодаришь Ну что вот русские, помогает вот русским Она говорит, так всем надо помогать Ну и он, короче говоря, думаю, вот он стал благодарить И я ему подаю, он так посмотрел, что я ему подала А я подаю ему визиточку, говорю У тебя есть же этот интернет, он говорит, есть? Подаю визиточку Как он начал кричать на меня? Как он начал кричать? Это что такое вы подаете? Баптистка несчастная тут еще это Главное, я подвигла всех, чтобы ему подали деньги И он на меня давай орать Там кричал, кричал Я так села скорее эту визитку И думаю, господи, так это закрыла Еще сидит, даже не поварать Кричал на меня, кричал И потом вдруг кто-то там остановкой заходит И женщина, которым рядом, или кто-то свидетел Ну, заходит мужчина Я раз туда к окну И закрыла глаза, для воскресен Бог Давай читать Он, видно, кричал, кричал Им говорил, что ты там Вот, смотрите, я в храм хожу тоже А это сидит мне какие-то бумажки Это вот баптистка Вот видите, какие страшные люди там, давай Страшные люди Я думаю, что надо было мне маленько тарить Тем более он выпивший И сижу уже такая на себя горюю И, в общем-то, кричал, кричал И тут как будто Господь послал Какой-то мужчина заходит И раз со мной сел А я поезд до воскресенья И отвернусь к окну И там и молюсь Сама вот так сижу Он говорит Смотри-ка Сразу мигом снесло ее Нет ее Ушла куда-то Он-то Видит, нет у меня Я как-то сидела Вот тут он Я на сиденье То есть он одной половине Нету-ка Снесло ее Все так на него смотрят А меня как будто не видят Понимаете, как будто А все еще не видят И он еще долго-долго Всем объяснялся, как он в храм ходит Конечно, я не подхожу Я не перекрещусь Но я захожу иногда Так мне это хорошо Ну и, в общем, это я поняла Думаю, ох и дура-то какая я Вот, а что я взяла тут так Что думаю, какой он добрый Такой мы ему помогли Так он визитку возьмет Сейчас Молодой парень Лет, наверное, ну 20-25 Вот так, 25, скорее всего Поэтому вот Когда вы стали говорить эти проповеди Я думаю, вот, вылетела-то я какую-то вот ситуацию Надо делать добро Надо вот это всем Ума нету Если тогда нужно просить Господь послал мудрости Люда, почему-то была ситуация Надо было сказать Ты вначале посмотри Вначале посмотри А потом уже будешь рассуждать Он, я ему показываю Он вначале и посмотрел Спокойно посмотрел Он взял Даже ее потом говорит Нет, нет Это, это вот Как будто какой-то изнутри голос У него Он такой расположенный был Понимаешь? Он прям хвалил То есть женщины там Руки какой-то царм Потому что она как бы ему Там добавила еще И вот это вот Это я думаю Одержимость внутри человека Просто я поняла Я внутренне как-то поняла Что я плохо сделала Я неправильно сделала Сереж Раздразнила просто его Можно Просто когда пьяный человек Да Что ему давать? Не надо давать И с пьяным У него уже он сидит Что его раздражать? Я один Да, это правильно Я всегда жить на тиху Пьяный не связывай Отходите от него Вот я в этом и винила Что зачем? Ну подавай, ладно Не надо было визитку давать Подала, то это ладно бы было А вот визитку я зря Вот это я иду Иду пьяную Сколько нам говорили А я-то вылезла Я так вся до конца И молилась Потом у Бога Чтобы просить прощения Что я к пьяному Сестры, вы просто расслабились Дай Галя Да ладно, ничего Потом Ну помогите, пожалуйста Ну вот нет денег Ты на пиво нашел На водку нашел Иди пешком теперь И сразу И кто вот даже Кто-то хотел вроде бы Ему давать Я говорю На пиво нашел На водку нашел Иди пешком Кондуктор Вы вставляете С люка С люка Так стоп Татьяна Нужно было Сначала руку поднять Я же говорил И слушай О чем говорит брат Когда мы Когда мы ходили Когда мы ходили По квартирам По квартирам У нас четко Да когда вы успокоитесь У нас четко Было все регламентировано В квартиры Не заходить Больше трех минут Никому ничего Не говорить Если только человек Сильно заинтересуется Сам начнет разговоры И так далее Здесь же Когда вы сами Проповедуете Вы часто говорите Да мы проповедуем Мы говорим там Ну хорошо Нужно такие же регламенты Соблюдать Когда мы Ходили по улицам Если кто помнит Никому не давали Кто курит И кто идет С бутылкой пива И водки Слава богу Не ходили Никому не подходить К этим молодежи К этой Пускай они курят Докуриваются И пускай допиваются Сколько надо им И ни в коем случае Не вступать с ними Ни в какие пререкания Еще там Еще кого-то просить Чтобы их наказать Это Безумие из безумия Самое большое И не надо Никакую там Напускать на себя Там какую-то суровость И так далее Написано Милосерды будьте Как отец ваш милосерд Не надо суровости Улыбнись Отошла все Улыбка победит все Не можешь улыбнуться Голову наклони Быстренько пробегай Это не твое дело Вот Мне понравилось Как Лариса поступила Когда мы ходили По квартирам Лариса Петеримова Мы К одной квартире Подошли уже Но она сама Самостоятельно решила Благовестовать И открывается дверь Там стоит детина Выше меня на голову Вот такой здоровенный И это С бородой Такой как богатырь И говорит Вы Вы к нам Проходите пожалуйста Проходите И в этот момент Такой бас Это где-то Это Двенадцати этаж Как было Там кухня Обычно с той стороны И бас такой Кто там Кто Да вот К нам пришли И так Бум Подходит Еще один Такой же Огромный Двое Стоят И на нее Смотрят А я Сзади стою Она стоит И не знает Что сказать Все Я говорю уже Вы знаете Нет-нет Мы заходить не будем Наше дело Вот вам Рассказать о Христе А мы знаем Знаем Кивают двое Видно добродушные Но очень здоровые Мужики Да вот Говорит Поглядите У нас тут Все хорошо Чисто Я так Заглянул туда На кухню Смотрю Там еще один Такой же Сидит Трое Огромадных Детины С бородами Все Я даже не понял То ли они старобратцы То ли кто Не могу понять Но после этого Вот Лариса Лариса Рассказала Виктору Брату нашему Мужу своему И с тех пор Больше она на благовестие Не ходит Вот это С одной стороны Наверное Верный ход Но с другой стороны Стороны Может быть Если с братьями Она одна была Она со мной была Но Если сравнить Этих три массы И мою То это ничего не значит А было такое Что с Игорем Третьяковым В первый же День благовестия Как мы благовестовали Мы попали Просто к женщине К простой Женщине Заходите Заходите Доброжелательно Все Да вы проходите Я вас только жду Мы туда зашли Она за нами Дверь закрыла И говорит Я долго вас ждала Чтобы почитать вам Свои стихи Открывает стихи У ней матерные стихи Как будто Из какой зоны Мы убегать Она А нет Теперь не убежите Все Телефон взяла И набирает Номер милиции Я сейчас Милиции скажу Что вы у меня пришли Тут это И мы с Игорем Третьяковым Как в заложниках Оказались Как эта ведьма Которая в заложнике Апостола Иоанна взяла Вот так вот Так что Вы Языком Не заходите дальше Чем надо Никого не ругайте Там не надо Когда он пьяный Там ему Что-то рассказывать И так далее Доказывать Что он там Неправильно это делает Пьяный Есть у нас Кому рассказать О пьянстве Пьяный человек Это вообще Не человек Получается Попросили попить И она Расслабилась Да Она только шаг Сделала В ванну В ванну В этот момент Я дверь открыл Вот так вырвались На свободу Минут 15 Минут 15 Мы там И когда мы рассказали То вот оттуда Пошли все регламенты А у нас еще Много что было Помните Замки были Так кнопки нажимаешь И потом щелк И замок открывается Так мы целые Проводили консилиумы Здесь Как правильно Открывать эти замки Как узнавать Где какие цифры Нажимать там Чтобы правильно Открыть замок Помните же это все То есть у нас Многие У нас много было Что сейчас Мы уже по квартирам Не ходим Я думаю Что это просто Время ушло Потому что Сейчас Просто на улице Вот Мы намного больше Раздаем Евангелие Чем когда по квартирам Ходили Вот с Валентиной Павловной Мы неоднократно Сколько ходили И всегда соблюдали Регламент Если там Женщина То Всегда Сестра Подключается Если мужчина То Мужчина То есть Хорошо ходить парами Поэтому То что Вы подали визитку Это конечно Ничего плохого нет Но то что Вы видели Что он пьяный И начали Говорить не начало Да Вот хорошо было бы Если бы вы даже И денег не дали бы ему Пускай бы его выдворили И не вы выдворили А вот Кондуктор Кондуктор Вылез И оказался Каким то еще Героем Себе в глазах А так Не отвечай глупому По глупости Отвечай глупому По глупости И вот Получилось бы У вас Понимаете Это тут как раз И касается Это глупый человек А вы начали На его вопрос Что мне делать Отвечать Давать деньги Это ответ Ваш ответ Жестами Не только языком Можно ответить Понимаете Вот это мне плохо Я поняла Он глупый Это глупый человек А вы Еще больше Его глупости Сейчас закоснели Он будет коснеть В этой глупости Думать что это Бог ему помогает Спасибо Христос Да Тут С одной стороны Господь велит Помогать А с другой стороны Вот правильно Брат Вопросил Место Глупо Пропить деньги И просить у людей То есть За чей-то чужой счет Ездить На транспорт Это глупо Богу это не угодно И вы в этой глупости Участвуйте Подавите деньги И вам кажется Что Бог Вас за это Наказывает Не наказывает А Благословляет Оказается Получается Что Бог Вас за этот поступок Я только наказал Что у нас Вас начал Понасить Последними слами Как бы У Вас внутри Все Как бы Это правильно Все Вот А я читал Утолкование Допустим Если вот Я такое Сунду По моему Слышал Или читал Тоже Мне этот вопрос Интересовал Надо ли пьяным Подавать Или не надо То есть Они просим Или там И Там Написано так Ты сначала Подай Что он просит А потом Начинай Укорять И обличать Чтобы он Не подумал Что ты его Укоряешь И обличаешь Из-за того Что тебе Жалко Понимаете Как Такую Мысль Такая Мысль Такая Чтобы он Не подумал Ему действительно Нужно ехать Но он пропил Но он покаялся Я больше никогда Сейчас придется Пешком Идти До Южного Были такие моменты Что ходили Пешком В основном Последнее время Попадаются Такие наглые Мы же русские Мы же добренькие Мы потворствовать Грехам Всегда рады А грех Это понимаете Грех Пьянство Грех За чужой счет Грех Господь говорит Пьяница Старства Божия Не следует И в поте Лица Зарабатывая Хлеб Стою Добду Еще Уделять Нуждающимся У вас И выработать Пенсия Дача Огород У вас есть Он нуждается В сей момент Ну как Опять же Нуждается Да Можно Да Вот я хочу На общее Рассуждение Вынести Вот такой эпизод Что со мной Я значит Поднимаюсь И молодой человек С пакетом Приблизился Ко мне И говорит Бабушка Знаете Вот у меня такая Ситуация Я сирота Я вот сейчас Хлопочу Насчет квартиры Вот хотите Посмотрите У меня документы Квартиру не дают Мне вот сейчас Кажется в квартире И сейчас доехать Я помолюсь Богу Ну я помолилась Кратко И говорю Что ты Если ты не обманываешь Бог все устроит Тебе поможет Во всем этом Ну и я правда Вот была ли я права Так что я дала Что я дала Мне много денег На проезд Ну Ну тут Опять же Как вот В той плече Женщина Все ждала Бога Это Бог сказал Что я приду К тебе Вот он Она ждет Порядок Наводит Вот маленький Ребенок пришел Голодный Такой Она говорит Мне некогда Я Бога жду Иди Там трех человек Выпроводила Сидит Ждет И так не пришел Бог А потом Выговорит Я тебе К тебе три раза Сегодня Приходила Может быть Этот случай Подходит тебе Но бывает Иногда Нужна Ну давай Давайте я сейчас Тогда скажу На этот счет Да Это мы тоже знаем Там потом Подошел Старик Нищий Ребенок оборваний Старик Нищий И потом Еще Женщина По моему Подошла Ну В общем Весь набор Дело все в том Что мы читаем Вот эту молитву Смотрите Спаси и помилуй Всех страждущих Болящих Темницы сидящих Нищих Сирот Вдов Вот А этот молодой парень Он в кроссовках Знаете ли У него бумаги На квартиру Надо Немножко головой Думать У него Квартиру Он должен Получить У него деньги Есть Квартира В кроссовках Одеты Ну Снежок Мало ли что Я вообще В летних туфлях Хожу И по снегу Даже У меня ноги Горячие Что тут Удивил Молодой человек Должен Работать Работать В этот момент Не ездить По новоалтайкам А работать Искать работу Где заработать денег А он Занимается Вот этим Вот Вымогательством Причем Выбирает Таких Благочестивых По взгляду У него Он тоже Психолог Опытный И так далее А как Нужно было поступить Ну Нужно было поступить Следующим образом Сказать Денег Я не могу тебе дать Потому что Сейчас Есть очень много Всяких социальных Вещей И так далее Тем более У тебя тут Друзья есть Позвони друзьям Пускай они тебе Подвезут что-то Или что И как вообще Молодой человек Спросить его Может без денег На такое дело Пойти Квартиру оформлять И куда-то И куда-то ехать И денег вообще не иметь У меня такое бывает Иногда Сейчас карточки везде Я жене отдам Допустим деньги Вот машину себе На машину сажусь У меня машина не заводится А мне ехать надо Не могу завести В чем дело Все я Раз По карманам У меня денег нету Отдал жене Последние эти наличные По кредитной карточке Не поедешь И тогда опять куда-то Подъезжать Чтобы снимать И так далее Вот такие Попадаю истории И что Звоню брату Он таксист Слава богу Говорю Так и так Подвези меня Я там тебе Потом проплачу Все Повез А не знаете молодежь Как тусуются Вы посмотрите Что они вытворяют На этих дискотеках Они там друг с другом Целуются Обнимаются Друзья все Не разлей вода И поют Не имей 100 рублей И имей 100 друзей Как дело коснулось Денег Все Ни одного друга Нету Все Никого нету И теперь нужно Идти побираться Везде Почему Вор на воре Гора на горе У Чингиза Ахматова Есть такая пословица Мусульманская И они Все идут И обманывают Что можно сделать В этом случае Только если человек Голоден Голоден человек И говорит Хлеба нужно Подойди Купи ему хлеба Это Вот это будет Правильный поступок Все Больше ничего В Заринске Проезжаем Выезжаем из тайги Подъехали К ларьку Взять Там хлеба Кто последний выходил Третьяковый Давно Ну вы Вы с ними поговорили Они поехали Давно это было Дверь у нас все открыто Все на улице Так мы сами У нас угля нету Это я А зачем Потом дышать нечем Не чем дышать Идите на улицу У нас топить нечем Я говорю Вчера только наверху Надо разогревать Еще дом нет Дышать нечем Я закрыл Третья зимы Можно было передать Я закрыл Мне разница годится Ей дышать нечем А мы С мороженой системой Уже батареи А топить-то нечем Ни одного Горица полена лишнего нет Вы что делаете Маленько проветрить надо Да Игнативич Игнативич Ну все Тут есть сознавшийся Не запирался Никто Все Слово вы Игорь Вы ко мне не относитесь Я запираю Обожди Это разве Об этом надо говорить Что холодно И открывается Да конечно нет Конечно не надо Так это не мне надо Это и вам надо А мне трудно дышать Это легко Облегченный режим Избрали себе Люди сегодня Задвигаются В газовых камерах Что с ними делают Здесь чистый воздух Были свои люди Мне жарко Я знаю таких людей Они везде есть Мы были у баптистов Северо-западной 144 И там не один Не два человека А двести с лишним Человек Вот такое же помещение Алектина далеко здесь Ты помнишь Там дышать нечем Абсолютно нечем дышать Мы в коридоре Вот так один к одному стоим А мне жарко Сестра Тихо стой А ты знаешь что Люба Толстенко Крайне непокоривая Брат пожилой Такой их брат Сказал сестра Не надо Вы понимаете Тут с детьми сейчас И все около окна Никаких подходит Брат оттолкнул А в окно открыло Такие люди везде встречаются Мы хотим быть такими Вы самовольно Четет с книгами Я сегодня буду разбираться Вы делаете то Что доверено Есть хозяин над этим Над дровами Над прочим И сейчас вот каждый день Думаю как Позвонил Нету А урожай не убран Урожай убрали Снег выпал Топлива нету Теперь я прорабатываю Вариант где брать На каком лице заводе Какие там Срезки делают Вы же ничего этого Не знаете Я сестру Я знаю Она не зря сделала Просто Вот сейчас Гляжу машина Выходит одного брата Не буду называть Остановился Брат А почему ты уезжаешь Дети уже устали Это другая Жена Двое ребятишек Дети устали А дома что они Усталость уйдет Там еще на работу Вторую смену идти Дети устали Да вот Кровати рядом Чистый воздух Никаких у себя Никаких Я говорю Слушай внимательно Ты Володя Вестинова Знаешь Потеряевки Да У него Их Ни один Ни два Восемь Братьев и две Сестры Десятера Сам живет В Искитиме Пойти в церковь Надо прийти на вокзал Живет на Олега Кашевого Семь Прийти на вокзал Теперь дождаться Электричку Доехать до Новосибирска Теперь сесть на автобус Там сколько ехать Ехать Прийти и туда С ночевкой Отслужил Богу там Вернулся назад Таким же путем И ни одного Богослужания За год За 30 лет Не пропустил Пример или нет Ну Сидит слушает Я говорю Тебе это все Ну вот дети Вы стали Значит два ребенка Которые Бог дал Тебя Они впереди машины Встали вот так вот Нет они сидят сзади А если бы они сейчас Выскочили Папа никуда не ездит Ты папа римский Раньше тятя звали Зачем ты уезжаешь Дети спать будут На уровне подсознания Они слышат слова В церкви Они вообще ничего не понимают У нас Они пешки Жена улыбается Сидит Я говорю Это не все Это причина Дети Скажи Почему здесь Никогда я не вижу Загуляева Алексея Приезжают в Барнаул На богослужение Вечером нету А ты один раз Только дозволь Два раза уже заблокировался Та на все Он не понимает Что он не просто Где-то он отстал И дальше нет Он сейчас намертво стоит Все земля плоская Любая ложь Теперь к нему легко Вход имеет Я говорю То что он не был Я стал говорить Он прям старается доказать Я говорю Я никому не доказываю Что земля шар Просто мы ее раскрутили Ногами очень сильно Убегаем от церкви Скажи зачем Я вот смотрю Мужчин здесь не видно Я начинаю перечислять Которых у нас Неженаты Их никогда нету Хорошие люди Прям я добавлю Хорошие Но в фильме Побег из зада Он говорит А там Хороших очень много Я говорю Андрей Головач Когда последний раз Был на занятиях Когда последний раз Был на вечернем Богослужения Ну и Отвечать то нечего И Алексей точно так же Алексей ты болеешь Я молюсь и говорю Господи Если Алексею дашь жизнь Господи Сделай чтобы он Ходил на собрание На занятия Я пришел в больницу И ему сказал Ты помнишь Отстань от этого навыка Это навык Очень нехороший Устраняется где-то Почему Первая ступенька Отвергнись себя Это твое я Я это моя Я и семья Семья Тут дети Теперь дети тебе мешают У меня запуртался Они не нужны тебе Они будут болеть Они будут тебе врагами Ты что делаешь с собой Ты отвергнись себя Жены Детей Кто больше любит Кого Не достоин меня Здесь божественные слова Мы считаем Люди остались Тебя понятно нет Да я хочу Это не оправдывается Это как раз и говорю Что ты не духовный Ты завтра В московскую патриархию свалишься Ты уже сейчас Почти чертам А почему А пришел Он пришел Вы в общем-то не имеете Вы тоскуете об ней Пока не придете Как придет тебе уже Тоша Ты везде чужой Тебя нету Нету Вечернего бакслужения А здесь Но я в прошлый раз оставался Я говорю Ленивые Все ссылаются на прошлые заслуги А Павел говорит Забываю заднее Простираюсь вперед К почте Вышнего звания Ты думаешь как Вот ты сел И поехал Включил скорость А другой Ковыляет Она вот сидит здесь Она пришла Она не может Она говорит С ребятишками осталась здесь Да не двое Она рисует Она рисует А в это время Она слышит слова На подсознательном уровне Мы лежим спим Мама встает Три часа ночи Короб дает Надо колхозы А сама Печет там блины Или поет А мы Я лежу Встать не могу еще А я все слышу Вот оно все заложилось Отверглись себя Это первый шаг Ко Христу Второе А Господь Кто не отвергся себе Не достоин меня А потом Озли крест Дети больные Ты Это мой крест Ни в тюрьме Нигде не были Ни в монастыре Нигде Ни в воинских частях Не служили Они не служили Ни один Возьми Они ни один Не служили В семье Пять сыновей Ни один в армии Не служил Ни отец А что Нужно служить Для вас нужно Даже очень нужно Чтоб маленького Врага скрутили И не могу Некогда Я говорю Ты слышал такое слово Некогда Каждый говорит А почему Некогда Я занялся исследованием За 1600 лет Которые Библия писалась В течение 1600 лет 40 авторов Писали слово Некогда А сказали Только один раз В смысле времени Ну Некогда Сказали некогда Это когда-то А вот некогда И стечение народа Было такое Что им некогда Было есть хлеб У меня было Такое время Что столько народу Приходило Я домой не мог зайти Я возвращаюсь В тюрьму Утром рано Надо с тюремными Проехать Выхожу Машина стоит Милицейская Полковники Приехали за мной Всех прокуроров Края собрали Чтоб я выступил Но они по своим делам Но попутно мне Я выступаю там Выхожу из милиции А тут ждут Подъезжаю до дома Машины ставят Выходят два полковника Танковых войск Авиации Мы решили Захартовать самолет Чтобы вас успевать По всем частям возить Мне некогда было Но я не мог сказать Народу столь много не было Я ехал дорога Сухари жевал А тут некогда Вот когда у тебя будет Столько народа Ты привлечешь Что некогда есть Вот тогда это слово Произдеси Ты понял? Ты не помез вчера меня Да через весь город ехать Ты знаешь Ангел шаги считает Другой увез сегодня Все ушло навсегда От тебя А ты мог сделать? Мог На один раньше Она сегодня Боже нам ковишки принесла Я о Щукиной говорю Вчера я говорю Это сразу заступница А нет нет Не надо Она не берет Она не будет Она не будет А почему не будет? Она сказала Стряпать не может Она больная Я говорю Она мне позвонила Сегодня Мухи ищет Я говорю Не могу привезти Но я пойду в магазин куплю Я говорю Я тогда дам другому Да что вы не отдавайте Каким словам верить? Который тебе она сказала Или который мне? Твои слова Это на ничто Ее положил Она и так ляжет А по маме слова Во-первых Они позже То накрывают То недействительные уже А во-вторых Она с любовью это делает А ты успела подсуетиться Да не надо Не надо Вчера так было Вот и то А ты бы я уговорила Сестра Братья живут одни И живут не для себя Все же потихоньку Там тебе куда ходить Она не может А что ей ходить? Сидишь Квашню руки Вытащила Дочь Маргарита Там живет Нет вы сразу На ту сторону Я говорю Ты мне уже подойди Она не возьмет Не надо вести За нас решаешь А она уже Тех слов отреклась Как будто Никогда не говорила Да что ты Да нет Сама звонит Что я привез Ну маленько Откройте глаза Как живем Это последний день Жизни нашей С чем мы предстанем? Что? Без натяга Не пройдет Многие бегут А ты видел Как они бегут? Ты видел? Когда 100 метровку Или что-то Он бежит Последний чемпион мира Он говорит Последний Это может метров 10 Он бежал мертвый уже Сердце не выдержало И так многие бегут Но один получает награду Страшные слова 600 тысяч вышло А зашли только два В обетованную землю Два Всего два А остальные Как малолетки Вот я На ходу сейчас шел И рассказывал Что есть А ему никто это не сказал Нет, а почему? Безразличие И вот пытался Ты ему это рассказать Да зачем? Он взрослый У него жена Да ему как раз и надо Вот я ему сегодня Говорится Накапал на мозги А он придет домой Да она ему еще подскажет Да дети будут подрастать Как я сказал Такие будут На днях мне заходит В интернет и говорит Опять ваше пророчество сбылось Я говорю Какое? Я знать еще не знаю Да вы же сказали Этому чемпиону мира По кикбосинку Леону Николаю Не спать Скорчужилось Мы едем пока по Украине К Украине подбираемся Они говорят Сейчас ты как ракеты ударили Всех убили Его убило Его хоронят Как национального героя А у меня сохранились Три или четыре ролика Я с ним беседую Я говорю Отстань от войны Ты не доживешь до 50 лет А он семинарию кончил В Румынии учится Я не знаю Я повторяю Я не пророк А порок Но это так зримо Так видно А вы говорили И так и случилось Да это не пророчество даже Но я сказал Потому что мне не безразлично Почему вы молчите А вот это и говорит Безразличие Одно из самых тяжких Преступлений против Бога Ты молчал Я молчал Господь Ты подумаешь Я такой же как ты Накажу тебя Как ты оставил меня Бог тебя Почему не побуждает Меня Бог побуждает Вмешаться в это дело Да говорили ему Говорили Успокойтесь И батюшке не нравится Ну как не говорили-то ему Да он давно уже Своё слово сказал Игорь Третьяков Он сказал Я был дурак Когда так говорил братьям Что вы тут не приходите На занятия Теперь я сам отец И понимаю Что это невозможно Чего непонятного-то Ну я рассказываю Суд случай Десять детей Возможно И добираться ему надо Сколько Игнать Игнатьич Он был на ваших занятиях И слышал это Десятки Если не сотню раз Он на Это о чём говорит Это говорит о том Что он укоренился В своём В первую очередь О том что Его Господь зовёт Не вери В этом И вот сейчас Я уже в машине Пытался Усовестить Не помогло Я говорю Но я знаю У меня очень хорошие помощники есть Очень хорошие Я не знаю Где они живут Но они выйдут Навстречу ко мне И живёт Рядом со мной человек Я говорю В сумочку Никогда Паспорт не ложить Деньги не ложить Ключи не ложить Вот три Ты можешь Она получила Деньги Паспорт Ключи всё в сумочку Он её нерванул И всё Было такое Я ей говорю Шапку эту дорогую Не носи Шапку сняли Я не басни рассказываю Я говорю А ты не слышишь Но другой пришёл на помощь И без обиды Притом Весёленько осталось А там Нашей здесь было Место Чё улыбаешься Дорогой богатырь Эту принцессу Не защитишь Она найдёт свой путь И распорядится Своим телом Так как она хочет А не как ты Да я виноват Она мне позвонила Я как раз Горло болело И говорю Да ладно Может сама дойдёшь Вот дошла Благо что сама осталась Я говорил об этом А не о жизни И Господь пощадил Если вы бы припоминали Как я сегодня припоминал Какое Большое сотворяет Я привык к этим чудесам Но такое Когда всё расследовали Прошло уже лет Наверное Пять И вдруг человек приезжает Это ужасно для меня было Он вызывает меня Я говорю Что случилось Ты приехал Я не могу больше жить Господь зажал Клещи Клещи А вы помните Голубей у вас отравили Ну и что Это я приезжал Сделал Ой-ой-ой И ты как мог жить После этого Ну голуби Ты понимаешь Это слоны Коты Как шарик Что сравнивать Я принёс сюда Пшеница Отравлена Она такая Мокрая Определяли Никто не определил Я говорю Два человека Были под подозрением Под подозрением Я ничего им не сказал Этим людям Ни разу Но внутри у меня было Но если кто-то мог сделать Если это потеряется То вот эти вот Во-первых Матери недовольны были Она послала его ребёнка Вечером там Он залез там Он приснул Тем более Голубят я их водил Он всё знает Где лежит А когда сказали Вот это вот Свай сжигали Готовые Отсмолённые Таким трудом Они каждая своя давалась Ты видел Знаешь И никто Никого не нашёл И опять покаяние Приходит человек И каятся Понимаешь Я не знал Я только молился И вы верили Что Бог откроет Ничего я не верил У меня веры-то Не много совсем Я знаю только Господи Не дай ему погибнуть Прости ему Ты прощишь прощения А я тебя простил В тот же день И поэтому Тяжесть у тебя такая Что ты её Должен сам снять Ты на исповедь Из священника уходишь Говорил ли это ему Родственники Кому-нибудь День проболтался Хотя нет Умри Чтоб никто не знал Освободись От меня Сейчас ты выходишь Сейчас помолимся Чтоб ты свободный пошёл Ничего этого не было Стерто Ты посмотрел На его лицо Чем он ехал сюда И как это Это было вот Дня завтра До моего отъезда Так я таких случаев Сколько скажу Это результат молитвы Притом я в один день Получаю столько Ответов на это Вы молились У нас вот сразу там Я говорю Молитва вообще ничего не значит Значит благодать Отверзающая Доступ к Богу Вот что такое молитва Поехали Второй Тимофеев 3.11 В гонениях Страданиях Постигших Меня в Антиохии Иконии Листрах Каковые гонения Я перенёс И от всех Избавил меня Господь Толкование Я говорит Не только был гоним Но и страдал Два обстоятельства Особенно смущает Учителя Именно Что есть Еретики И что приходится Страдать Относительно Иретиков Было много сказано Когда апостол Убеждал Тимофея Не смущаться Ими Теперь он говорит О своих Собственных Страданиях Чтобы Ободрить Ученика Говорит Об Антиохии Писидийской Алистрах Откуда Происходил Тимофей Почему Упоминает Только о них Так как Они были Более известны Тимофею И были Недавними Сравнительно С другими Событиями Смотри Он не Перечисляет Их Порознь Ибо Пишет о них Не для Прославления А по нужде Для Утешения Своего Ученика То и Другое Внушает Тимофею И я Говорит Имел Ревность Пострадать И Бог Не оставил Меня Поэтому И ты Будь готов И не будешь Оставлен Попутно Вставку Сделаю У меня Был мальчик Пострадан Он с ней Разошелся С женой И суд Прошел И присудили Отцу Вообще-то Редкое явление Такое А она теперь Жарит Прокуратуру В милицию Письма на меня Такой-то Такой-то Там детей Это моего сына Там забрали Они гимнастику Делают на траве Но на это Я сказал В воздухе Еще мы не умеем А на воде Стоять утонем Где же Гимнастику Делают На траве Делают Она просто Ярый Я говорю Как же ты с ней Жил-то С такой Женой-то А он Сам ее Привез Из Москвы Ребенок-то Ну что Был скрывать-то Не скажу Тимоша Батугин Кто его Видел Знает Это Но это Все бывает Такое Ну бывает Тем более А что Она меня не любит-то А что Меня любит-то Я не Сахарная баба Баба-то Большой кусок Сахару Раньше продавался Назвался Сахарная баба Но дело-то Не в этом А молитва Я сказал Давайте молиться О ней И вдруг Она звонит Разрешите Приехать Потеряевку Я говорю Зачем тебе Светлана Попрощите Вас прощения Нынче Я так Ахнул Просить прощения Не Нельзя Я и так Тебя просил Поздно Надо было вовремя Когда вот это Гнездо было Загуляевское Она с девочками Там побыла Бы Понятно Я рассказываю В чудесах Это невозможно Сделать Да я молился И вдруг Дождь пошел Ну о святых Котах Говорят Но чтобы враги Не знаю У меня мало Веры в это Когда на нас Нападали В прошлом году Роспотребнадзор Самая поганая Злобная Писал один Пришедший Православие Из баптистов В Америке Нигде не называю Его фамилией Теперь Ну Прямо Под именем Жены Тот как Заходит Душите Этого Упыря Жить Там не надо Вот такой Вот Представь себе То есть Беснованием Даже нельзя Назвать Это что-то Выше Дьявольского Это бывает Но вдруг Заходит ко мне Один человек Которого я Просто Героем Веры могу Назвать Сергей Козлов 14 лет Парализован Я уже все Открываю И он говорит Вот тот Тот человек На вас Он хотел бы С вами поговорить По скайпу Я говорю Зачем Попросить прощения Да это не может быть Это чтоб человек Такой Ты не веришь Нет Нет не верю Ну нет веры Я сознаюсь Господи Не верю А то какой-то Его еле в священнике И хотят Рухополагать И поэтому надо Чтоб он дал Расписку Что никого Ничего не имеет Или он Смертельно заболел Рак у него легких Или что-то еще Я две причины А что он Именно Богу так Приник И Господь Его душу Растеребил На это Ну нет веры И когда мы Закончили С этим человеком Говорить Он говорит Вы верите Что искренне Я говорю Хотел бы поверить Но это очень трудно И он как Откинулся Вот так вот Кому Больной что ли Да Это вы мне не поверили Ну не могу Понимаешь Не могу Столько ты мерзостей Говорил Везде Где бы на меня Нападали Он сзади Бей его там И проще То есть Ну Я не могу Я не могу Еще сказать Я только молюсь Только молился Что значит молитва Я еще раз говорю Призываю Я вот сейчас Он пошел Я сегодня усилию О нем молитвы Эти девчонки Будут его тянуть Бог ему может Сына пообещать Который он желает Чтоб только он пришел Я сейчас провожал Он им сзади В машину Сесть А я еще головой Стукнулся там Низкая кабинка Вот так Я хвалюсь Господом Говорит Хвалящееся Хвались Господом Что знает его Я знаю Он говорит Я близко к вам И когда люди говорят Что Бог никого не наказывает Они лгут Они обманывают Они проповедуют Иное Евангелие Ты считай Иеремия 15.6 Господь говорит Ты оставил меня Ко мне не обращаешься Тут есть от тебя Тут нету Я простру на тебя Руку мою И погублю тебя Точка Я устал миловать Господь устал Да он же не устает Написано Написано Иеремия 15.6 Эти слова у нас выписаны Крупная церковь висят А откуда взято Иеремия 15.6 Высвела Приезжает епископ Там был наш Другие там было Второй епископ Службы ведут Не один Но приехал первый раз Сиргий Вот это Теперь митрополитом Он пошел По всему храму Все осмотрел А это откуда такое Иеремия 15.6 Я тогда фломастер взял Дотянулся И так на бок и написал Ну как у меня рука тянулась Он один увидел страшные слова А ему есть что вспомнить Ну это он знает про себя Я же ничто не зря ему соль подарил И на мешочке написал А они с мешочка себе списывают Все про соль Мы соль миру Ты говори так, чтобы Ничего не пропало Тебе нужно в воде Пойти Да я потом Ты не пойдешь в обед Потом Не завтра А он подвижник Это два уродивых около меня Так и называют Блаженные Давай Не ты Другой сделай Награда будет тому А ты дальше ехал бы Дальше значит награда больше 2 Тимофея 3.12 Да и все Желающие жить Благочестиво Во Христе Иисусе Будут гонимы Толкование И в этом весьма Великое утешение Что Я говорю Продолжает апостол О себе Одном Все Желающие Жить благочестиво И по Евангелию Будут гонимы Гонениями Апостол называет Здесь не только Преследование Со стороны неверных Но и просто Скорби И печали Которым подвергаются Идущие путем Добродетели Так скажу Ты тогда считал И считаешь сразу Комментарий Почему ты не сказал Что комментарий Это не феопилак А меня за это обвиняют И ты где комментарий Там скажи Кто там Буквы эти расшифрует И скажи дальше Дальше Идут комментарии Блаженную феопилакту Он говорит Он говорит Говорился ли ты Да Значит не слышал Прости Постоянно А там не обвиняют Дескать Вы пишете Другой шрифт Другой шрифт И написано Очеркнуто Я говорю Я не расслышал Всегда говорят О комментариях Это не блаженный феопилакт Это я говорю Здесь я с вами Полностью согласен Вот Сергей Ильин Тоже занятие ведет Он читает Евангелие И толкование Все подряд По лупухину Я говорю Так ты Разделяй Засчитал это Это называется Когда считаешь Андрея Кисаренко Подоктического Написано Сущее То есть Сущее Слово Двоеточие Сущее А потом Толкование А теперь Комментарии И сказать Толкование Блаженную феопилакту Комментарии тоже Мне не ради славы Ради того Чтобы нареканий не было Вы толкуете Евангелие Я не толкую Я его приближаю К сегодняшнему дню И показываю Что оно выполнимо Вы хотите доказать Что по Евангелии Никто не живет И жить нельзя Это неправда Так ничего не сделаешь А вот это вторая неправда Мы ничего не делали Вот мне вопрос задал Вот от Игнатов был Вот бывает Одного проповедника Слушает Нуль А другому привлекает Вот почему потеряю Из Германии Тут из Италии Из Испании Из Австралии Откуда только Что они тут находят В первую очередь Они находят то Что здесь нет академиста Я ничего не заканчивал Они находят Искренность Мы ничего не таим Они находят Солью приправленная И они приезжают Друзья Уезжают Еще больше Друзья делаются Ну и ты сам это знаешь И эти качества У Бога надо выпросить А потом ты живешь Естественно А вы от как узнали Что этот человек не такой Я ничего не знал Еще раз повторяю Не знал А он только появился На горизонте И мне Господь Давно Сразу показал Будь осторожен Это чужой человек Для кого он так Закамуфлировался Там не подойдешь К ему Ничего подобного Первая же вещь Он раскрылся Я хотел над вами Поглумиться 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 можно Над миром Он говорит Смотри Как бы над тобой Мир не поглумился Это жития Иоанна И Симеона Ибо жизнь человеческая Есть испытание Как говорит Ев И кто идет Тесным путем Тот по необходимости Скорбит А почему скорбит По необходимости Какой необходимости Будете иметь скорбь Написано Вопрос По необходимости Кто желает жить Благочестиво У него будут скорби Почему У него будет Поскорби О чем скорбь то Что другие не так живут И о других Да и своя плоть то Воспротивится Да У нас было Сколько Ну раньше ты учился Работал Сколько у тебя уходило В месяц Смотри чтобы не грохнулось Так Сколько в месяц Уходило на питание Игорь Не помнишь Где При советской власти На питание У тебя сколько уходило В месяц Сложно посчитать Сейчас Ну можно прикинуть Так Ну примерно хотя бы Ну где-то рублей Наверное Пятьсот Выходило У меня выходило 980 Или 10 Вы столько не зарабатывали Да ты учни Что я работал На стройке Катал На вторые этажи Бетон Тачкой Самая тяжелая работа Мерзлую землю долбить Под эти Под высоковольтной линией Где-то Выработка почти все время Была 280-300% 980 В месяц Это Скорь Скорь Телу твоему Будет Ох и есть охота А значит Я без мяса Я рассказывал Знаю А там ПЗУшников Прислали Так они взяли Два кирпича Кажется Мышь Раздавили Кирпичами И между кусочками хлеба Заложили мне ее И в валенок Затолкали Если мяса то нет Мы тебе дали Ты говоришь Что тобой там Щенки то Глумятся Над львом Все А другой раз Стекло натолкли А мы там работаем Резину в сапогах А домой ехать 5 километров До города Реконструкции города Стекло натолкли С галькой в валенке А стекло из валенок Вытащить Это вообще Вот надевай Иди А как Ну никак их прислали Они малолетки Они так научены А потом пойдут На галоконцерты Их там кто-то ждет Вот у меня Немножко вот Выше вернемся Сейчас отрассуждали Такое вот С одной стороны Господь говорит Милосердный Да Все прощаются И вот И как хотите Чтобы с вами поступали люди Так и вы поступайте с ними То есть Это Нас учит милосердию С другой стороны Вы говорите Господь Говорит Я устал миловать Ты оставил меня Это Еремия говорит Не я Я так вернее Еремия передает слова Божия еще выше Да То есть В какой ситуации Господь Милосердный А в какой ситуации Господь говорит Я устал миловать Вот ситуация Он всегда Милосердный Вот ситуация Сестра Рассказала Пьяненький Там не хватает Ему На проезд Ну И вот Она ему дала То есть Она поступила Как вот Милосердный То есть Нуждается человек Она вроде как И считает Но он ее Последними словами Потом после этого Она ему визитку Еще подала Потом еще визитку Дала И он ее начал Костерить Баптийская Она ему Милость оказала В ответ Получила Вот Скорбе Гонение Другая сестра Сказала Нет не так Надо было Вот Как вот Я устал миловать На пиво нашел Все пропил Так вот Иди пешком То есть И Она Тоже христианка И та христианка По-христиански Помогает И это По-христиански Тоже помогает То есть Она его обличает Сколько можно Совести Иметь Какая правильно Поступила Какая правильно Правильно Та, которая не дала Вторая Вот Которая правильно Построго Господь говорит Я устал Если он голодный был Накорми А не написано Что если он пропил Деньги Ему ехать надо Иди пешком Это Не надо путать Накорми Чтобы не умер А так он Наоборот Здоровее будет Но мы так и рассудили Что милосердный То милосердный Милосердный Грешникам Кающимся А тот Который Бухает И ездит На халяву Так он И не кается Ещё Её И последними словами А вы знаете Говорят Спартанский образ жизни Спарта Примерно Вот их берут Туда Отдавали Когда они проверяли Ребёнку Три месяца Кажется И приносят Там осматривают Как он К груди Относится То другое И видят Что его Как особо Они отдали Ещё на три месяца Домой Приходи Повторно Как Гитлер В печь И в пепел На поля А что их Кормить Когда он Травяной образ жизни Растительный ведёт Его не вылечить Ещё нельзя Если это Бога Нет Да он правильно делает Вы знаете Что в Ге Особую Высокую расу Гитлер выводил Но главное Занимался Гиммлер Где Нордический народ Нордический характер Какие девушки И показывают Сейчас всё В фотографиях Он стоит И они Как одна Все белокурые С голубими глазами И Самые лучшие Офицеры Вермахта Совокуплялись с ними И уже было 200 тысяч рождённых Я никогда не думал Что столько А тут война закончилась Эти дети Их называют Выблитки Вот теперь Их стали Все гнать Они-то не виноваты Что родились Такие-то А те Баршируют Все должны уметь Делать Высококультурное Бога-то нет Так это Правильно же Но орловские Русаки Почему? Потому что Из поколения В поколение Лучшие качества Жеребца Один мужик Знает Что Конзавод разбомбили А он из Германии Ехал Он говорит Накопил денег Офицер Заехал Где-то в жеребце И скупил Жеребца все отдал И жеребца В Красноярский край Кажется приволок И теперь Со всей округи Все кобылы На него смотрели Завистливый Грестохвост На 90 градусов В сторону И он обновил Буквально все вокруг Надо знать Где Мы выше сеять Семя Какое Он говорит Я устал Милый Это приблизительно К человеку Если бы Бог мог Уставать Он бы так сказал Сколько можно Особенно У православных Все грешил Пошел Сдал Грехи Опять Опять Мусульмане Уплекают Вы как-то придумали Интересно У нас вот Вот то и то Должен заплатить Там или Здесь ничего не надо Ничего не надо Прости батюшка Все Заморощало На здоровье Я хотел Местописание Тоже привести Это потоп Ноль Господь Именно по милости Утопил Все человечество Кроме восьмерых людей По милости Так и написано Вот такая милость У Господа Чтобы еще больше Не нагрешили Потому что И в аду Есть какая-то Градация Хуже чем В аду Греть не будет Будет Еще хуже Вот есть Девять кругов Данте И Он описывает Данте такой Олигери Описывает Ад И причем Говорят Ну как бы Некоторые говорят Что ему было Введение Это открыто даже Ну Господь как бы Открыл Чтобы он написал Чтобы люди Содрогнулись И в аду Ниже вот этих Вот кругов ада В самом В самом низком месте Во льду Вверх Своими Когтями Головой вниз Сатана И из пасти У него торчит Иуда Вот ниже Уже некуда Пасть Все Как к этому Что он говорит От нас есть Никак Чего Глаз не видел Уха не слышала И того не видел Не слышала Не знаем Один так подробно Рассказывал Как висят Есть голод Он говорит Он наверное Только вчера Оттуда Загрузился Из командировки Все так точно Все видит Рассказывает Где-то Написано И в аду Будущем муках Больше никакой Градации Не показали А если Вполне возможно Но Это все Написано Шрастры Даниила И там Аксаева Андреева Это они Пугали А Лев Толсой Он говорит Пугает А мне не страшно Помните Как это Священник Как бы явился Кому-то И говорит Что ты обо мне молишься Я-то Говорит В аду Нахожусь О, да Как тебе же Тяжело Да мне-то Говорит Что Хуже Говорит Епископу Моего А что Я Говорит На его голове Стою Это матушка Своим Хорошим Батюшки А он Такой Либеральный И умер Вот она Начала Где же Мой Епифаний Где Помолилась А вдруг Видеть Его В огне Горит Батюшка Да Он тогда Вот эти Слова Сказал А нашему Епископу Каково Я хоть Иногда Половина С огнем Половина С воздухом Узлатну Нет Брат Никого Не обманешь А как Ну Услышал И на грех Не возвращайся Покаялся Бросил За себя Господь Раз Грехи Которые Я прощаю Бросил За себя В океан Да ты Чего Плывешь Теперь За ними Так Где Они Упали Я Ныру Я Достану Киссонная Болезнь Будет Слишком Глубоко Продолжим 2 Тимофе 3.13 Злые Же Люди И Обманщики Будут Преуспевать Во зле Вводя В заблуждение И Заблуждаясь Толкование Нисколько Не смущайся Если Они Благоденствуют А тебя Постигают Искушения Таков Порядок Вещей Раздевшись Для борьбы Тебе Необходимо Потребить Усилия Неразумно В борьбе Искать Отдых Если Они И Преуспевают Казалось Бы То На деле Это Прельщение А Не Преуспеяние Ибо Апостол Определяя Что И зло Сказал Прельщать И Прельщаться Я могу сказать На этом Сектант Сейчас На меня Обописыв Никогда Не было Вот То Что Я Прошел По дворам И спросил Как Вы Понимаете Для чего Они По теряевку Приезжают Четвертый Раз Что И Каждый Отмечал Я Ни с кем Предварительно Не встречался Как Они Сейчас На меня Ополчились Ежедневно По Несколько Раз А Когда Они Приезжали Ну Когда Они Приезжали Давно Или Не очень Больше Месяца Назад А Больше Месяца То есть Не так Давно Получается Ну Потом Я Выставил Материал Я Прошел По Домам Наверное В июле Я Смотрела Да Ой Ой А Почему Они Такие Может Быть Я Не Совсем Вам Угожу Но Скажу Причина Одна Люди Они Хорошие Причина Одна Что Они Не Ходят На Исповедь Священства Нет А Если На Исповедь Идти То Грех Таким Сладким Уже Не Покажется Если Истина Такая А Он Сказал Обозвал А Вы Никого Не Судите Судите Вы Никогда Не Прещайтесь Этим Словом Судите Если Священник Говорит Никого Не Судите Только Один Смысл Заложен Отстаньте Окаянное Не Трожьте Нас Больше Ничего Тут Нет Когда Говорят Динаминация Конфессия Это Означает Ересь Ересь Прикрылась Другими Словами Между Жанровами Ничего Больше Нет И Вот Здесь Точно Так же Надо Понять Почему Они Так Говорят Он Наиспоят Не Идет Священства Нет Обманщики Будут Переспевать А они Живут Хорошо Они Не Пьют И Вот Начинают А у Той У нас 13 Детей Даже 15 Детей Я говорю Это Что В заслугу Ставите Ты Воспитание Думаешь Где Ты Нашел У Какого Святого 15 Детей Ты Где Ну Одного Хотя Бо Назови Она Не Надела Такой Блин Мрачный Все Прямо И Люди Это Подмечают Говорят А что Они Такие Мрачные А другие Сказали Плотки Надеть Вот Почему Чужой Монастырь Со Своим Уставом А Им Это Не Надо Он Спасем Отступишь Никогда А сам Стоит Вальяжный Говорит Это Черт Баптистский Ты Говорит На Вас Как Будто Вы Ровнее Разговариваете Песенок Это Уже Отзывы На Них Пошли Они Вызвали Огонь А Как Никак Только Истинное Покаяние Вернуться В церковь Стать Православными Он И И И И И И И У Каждого Говорит Что Делай То Что Кажется Справедливым Это Судей Говорит Судей Когда У них Судей Не Было Они Никакие Совсем Только Стало Парню Объяснять Я говорю Ну Написано В крещении Прощаются Грехи Нет Обещаний Доброй Совести Да Это Предаточные Предложения Там Так И Сему Образу Крещение Запитая Спасает Воскресение Иисус Христа Слово Спасает Глагол Существительное Какое Обещание Да Обещание Это Предаточное Предложение Крещение Спасает Крещение Спасает В крещении Прощаются И Докрестится Каждый Из вас Своими Иисус Христа Для Прощения Грехов Для Чего Для Прощения Нет У нас Нет Это Обещание Обещание Зачем Обещание Своя Спасем Павел Я Саввл Когда я говорю Дорогой Он покаялся Ну да Ну и он Покаяние У него Прощение Ну да А приходит К нему Анания Через Средние И говорит Брат Саввл Брат Что ты Медрешь Стань Крестись Я Нет 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 И теперь Они нападают На меня То есть Они заблокированы Они любят Своё Дьявольское Заблуждение Больше чем Слово Божие Тысячу раз Невозможно Сбинуть Ну написано Для прощения Нет Я говорю Тогда вы не верите Слову Божию Вы Духу Святому Противитесь Богохульники Я только Сказал ему Старший Сразу Ну знаете Это не надо Спорить Не надо Я говорю Не спорить Он сказал А я ему Ответил Нет Нет Не надо То есть Они в Библию Как огня боятся А если Харизматы падают Они её даже В руки не берут Пацанёнка Выставили Я не знаю Сколько Но видимо Лет 6 Есть ему И вот он Ходит Там по этому По подиуму Своему И вы Вы не покаялись Вы по настоящему Бога не знаете Вот так руками Ребёнок Маленький Там В галстуках Масонские Выкормыши Зачем ты Это Откорсисуар 20 века Надел на себя Петлю бесовскую Он не понимает Стоят Животиками Все В галстуках Зачем Надеваете Зачем Бреетесь Это чудо Бог дал Что мужская Борода Отличает Чтобы вы знали На ком Жениться Побрелись И теперь Не поймут Кто папа Кто мама Меняются ролями Мужчина Это Сила И когда Дети Начатка Силы Начатка А когда Безбородие Безбородие А безбородие Даже не ставили Священники Если он не явно Да вот Адвентисты В 2004 году Вспомните Вырывали у нас Визитки Походит потихоньку Этот пастыр У них Беседует А вы откуда Туда Потом Хватит Визитки Берет Раз И рвет И такой Раз Отошел Ля-ля-ля-ля-ля Такой как Дурачок Какой-то Ты что делаешь Тут Ты что верующий А вы зачем На нашей территории Вы зачем Тут А дочка Его Вся разукрашенная Вся Разукрашенная Я Папа Папа Я говорю Это что Еще ваша дочка Такая Разукрашенная А как я буду С людьми мира Сего разговаривать Они же меня Не примут Если я буду Такая вот Ходить Вся в платочках Как вот И показывают На сестерах Они все понимают И так И учат И воспитывают Своих детей А Баптист Один сказал Я говорю А в армию Как могут идти Ну Могут идти Служить Оружие Не брать Чтобы Не брили Нет Это неправильно Пускай Каждый ребенок Решает сам Брать ему Оружие В руки И бороду Растить или нет А это нигде В Библии Не написано Я говорю Вот здравствуйте Ничего не написано Я говорю Вы пастырь На южном Пастырь Пастырь на южном У баптистов Я говорю Вам пастырем Ни в коем случае Нельзя быть А тут вы правы Да 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 Я так и говорю Не надо меня пастырем Я вот дьяконом И хватит меня Я говорю Иди Дьяконов Не надо еще Это не пастыря Пастор Такого слова нету В Библии Я говорю Пастор Том чему научен В чем удостоверился Имеет ввиду Кем научен И вот мы сейчас По скайпу Сегодня Кстати в 6 часов Будут занятия Милости просим Проходим Книгу Откровения И там Прям с первых Стихов Стихов Там Учителя Церкви Прям перечислены Имена Вот кем научен Первый век Четвертый Златоуст Там Кисарик Кападокийский Там Все Григорий Богослов То есть имена Когда Саветиками Начинаешь Говорить Назовите имена Баптистов Первого Второго Третьего Четвертого Ну они там Были Назовите имена Человек Который Спит Вот у нас Балаваря Конева Сарство Небесное Сразу Села Вот так Поверзалась Где удобнее Чтобы не додела Заднее место Дальше Спиной Проверила Все точно Ты спала Я нет Вот это Не спанье Оно уже не спанье Это нормальная Ее жизнь Если свет Который В тебе Тьма То какова Жатьма Тогда Если Ты эту тьму Называешь Светом Это Первый раз Досыпаешь Да не один раз Все время Все время И она Не сознавалась В этом А тогда Дочка Наташа Говорит Мама Ну все время Ты спишь Ну вот я Заставился Да тебе Тридцать лет Было Ты уже спала Если Ты тогда Позволял себе Потихоньку Иди отставать То теперь Тебе уже Надо волоком тащить Я же Тридцать лет назад Говорил Шагай шире Еще раз Года нет Или еще Ну шагай быстро Ну я пилы тащу Поэтому По пиле Рассуждаю Мужик с пилой идет Говорит А куда ты с пилой Говорит Пила дома сидит Это Кормилица моя Вчера на меня Вышел один Говорит Поговорить Надо Поговорить Я говорю О чем ты Говорит Женись Мне Или нет Женись Это чечок Ну что ли Ну да Да как Так у меня Вот считают Что я такой А как работаешь Так где Ну в сверкви Считаю Ты в сверкви Что-то наклеилось Просчитал Раз в неделю Ты считаешь Это работа Почему в шахту Не идешь Бери Один гектар Земли Обрабатывай Ну и ем Еще Подадут И не стыдно А теперь Вторая Это Настя Под боком Будет И что там Будешь делать Дураков Владик Кормить Кто тебе Будет Подавать Ну я вот Думал Я говорю А почему Ты ко мне Идешь Благословения Братья А не священников Ты там Я что могу Сказать Я тебя не знаю Но я уже Вижу Что ты Больной На всю голову На всю Действительно Просто на голову И вот Начинает Я вам что-то скажу Он Пошел Я говорю Памиля там Ослопов Кажется Памиля Я говорю Не Ослопов Асталопов Асталопов Знаете Что такое Асталоп Да Подожди Чем такое Асталоп У него 103 значения Я посмотрел 103 Самое Известное Дурак А дальше Больной На всю голову Идиот Кретин Вот эти слова То есть Показывает Осталоп Я говорю Фамилии Тодали Наверное Родители Такие были По тобой Сейчас Так Поползло Ты так Живи Чтобы Совесть Не мучила Я считаю Я считаю Совестливый Человек В сект Не может Пойти Не может Смиренный Перед Богом Смиряющимся Как он может Так верилось В сект Всегда Почему Я должен Думать Что я умнее Златоуста Или Кепелак Чего ради Это Это все другое Как Киприан Карпагенский Другой алтарь Другие молитвы Другая жертва У них Таинства нету В крещении Вообще Ничего нету Причастия нету Обыкновенные Воспоминания На тебе Какая разница Ну мы Печенье купили Там В магазине Переломили Это Причастие Да я хожу Нету Володя Дает мне Это Печенье Наверное Все Да Уже Больше Час А Вот мы Нынче Год провели Не год Четыре Месяца Как будто Год прошел Какие дела Господь Позволил Сделать Идем Мимо Около Меня Тополь Стоит Когда упал Я его замерил На боку Ну ты знаешь Где-то рубил Там Около моей Этой Створечника Тополь Убирали Все И он как раз Падает на крышу Я на боку То его замерил А потом Замерил А он сюда Так внутри У него Такой огнележ Там грибы Выросли А снаружи Хороший А едим Вот так вот Обедаем Никаких признаков Нету Что оно плохое Это оно Вот так обедом Я на него Глянул Какая-то Беда От тополя А день жаркий Не ветра Ничего нет Ужаркий Жаркий день А растет Между Надеждой Васильевной И мной Тополь Я тогда Сразу Володя Надо убрать Тополь А почему Он упадет И правда Полез Володя Там веревку Засыпил Пошли к Роману Малышу Тот надпилил Брохнули его На дорогу Сережа погодился Все это Собрали Все листья Как будто Никогда не было А его на дрова Перевозили А почему Ты решил Что оно упадет Не знаю Просто Каждый день Утром Хожу я Мимо него А тут В окно Глянул И оно Упадет Никто не знает Что в человеке А там грибы Грибы растут И замкнутые Там вода Попадала И споры И прочее Это нельзя Объяснить Никак Никак Никто не знает Что в человеке Кроме духа Человек Тем более Растущее дерево Что у него Внутри И идут И идут И кирпичи Не кухня А пусть бы Игнатий Разрешил Чтобы это сломали И мы перезвинули Границу Да граница Уже В реестре Находится Земельного отдела Как Что ради А тогда я выезжаю Ну это вопрос Другой Восстановитель Ну ты же знаешь Как бы я не вмешивался Было бы хорошо Всем Я вижу Брат Достал Машину Ну не машину А прибор Во всей полноте Он стоит Сто тысяч Колодь дрова И говорят Он может Любую щурку Расколоть А Володя Мастер Колодь И набросали Щурочек Там Больших Маленьких Расколоть Лиза Завитые Вот так вот Мы к нему принесли Игорь Блужков Он подсоединил К своему трактору Дальше эти К шланге И она давит И там нож Он вот так вот давит И она доходит До этого ножа Нож вот так стоит Мертвый Законопаченный И пошел И до конца Нодавил Он развалился Он не колет Он разрезает ее И она даже не разрезает А Расслаивает Расслаивает Нет Не расслаивает Он прям по всем волокнам идет Не расслаивает Ему разницы нет какой Мы на тележку И все которые не могли Ребята поколоть Никита с Володей Все На тележку привезем Их все А он сделал так еще Чтобы она на 4 И он как его засунул Сюда даванул И она у него Этот зуб отломила И машина встала Но на следующий день Там что-то сделал Но без этого зуба Он хотел на 4 части Сразу И сделал подъемник Вот так вот Она опускается А там вот так вот И он тогда Щурки сюда накладывает Потом поднимает Вверху И по одной щурке Подает она ему А сам на коленях И говорит Спина больная А я ему говорю А почему тебе Тотто не помогает Ну и отсюда Светбор загорелся Это человек помогает Вчера он помогал Он там делал зимой Еще вчера Когда сегодня Отец на коленках стоит И граблями Чурку подтаскивает А между вами Мира нет Вот он мир где Что вы хуже Этой щурки такие Вы через щурку Могли бы примириться И на меня опять навалились А вы Игоря хвалите А он такой А где вы увидели Что я его хвалю В каком месте Я сказал Он болен А вы живете Он один Возится На коленках Щурки закатывают На коленках А щурки березы Вот такие Привезли 8 тысяч за машину И не подошли Ни одного полена Никто А он Игорь еще пошел В школе там Все это раздавил Все Вот она Вот такими Изверщина Расслоить никак ее нельзя Она как давит И по прямой Дошла до ножа Все развалилось Он повернул Опять И опять Если твоя рука Нога попадет Она даже не заметит Страшная И мы это все засняли В интернете стоит Показали Полная стоимость Машины 100 тысяч Примерно А он там взял Подешевле А и присадил К характеру К тактаренку Там какое-то Небольшое Гидрорезак Какой-то Гидравлик Это самое сильное Это не шестеренки Не электрические Какие-то приводы А Это давит Это давит Сила неимоверная Как питон Да А вот возьми Бульдозер Там все на этих На шлангах Конечно Гидравлический экскаватор Сейчас самая мощная вещь Вот так и человек Если истинно Он горячий К Богу У него по жилам Как давление идет Он тогда идет Все делает Не боится Ни мороза Ни жары А так все время Согнулся Все жалуется Ух Зачем я пришел сюда Трой Тимофея 3.15 При том же Ты с детства Знаешь Священные Писания Которые могут Умудрить тебя Во спасение Верую во Христа Иисуса Толкование Два побуждения Представляет Апостол Павел К тому Чтобы Тимофей Был непоколебим Первое То что ты Говорит Научился Не случайно От кого-нибудь А от Павла А это То же Что и от Христа Второе То что ты Научился Не вчера А с детства И имеешь Глубоко Ухорененным В себе Божественное Ведение И оно Не допустит Тебя до чего-либо Неразумного Что бывает У большинства Людей Ибо Ибо кто знает Писание Как следует Тот Никогда Не будет Совращен Священными Писаниями Апостол Называет Все Божественное Писание Это направлено Против Симона И Монеса И всех Кто Дурно Отзывался О Ветхом Завете Внешнее Видение Приводит Человека К тому Чтобы Он Уверовал Во Христа Который Соделывает Для него Спасение Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина Все Секты Сегодня Питаются Подпитываются Теми Кто еще Утром Считался Православным Католики Открывают В России Новые Епархии Из Недавно Состоящих И бывших Православных Оказавшись За границей Сколь Многие Из Православных Совратились В иновериях И все Это От того Что Люди Не Знали Писания Это Мне Виталий Говорил Метрополит Люди Обманывают Говорят Около Трех Миллионов В иммиграции Нет Говорит Пять Или Семь Миллионов Было Я говорю И сколько Осталось Не больше Трехсот Тысяч Он Познакомился С девушкой Она католичка Он католик Он католик Если она Православная Тут уже Не надо Она в любую Секту Уйдет А они Нет Вот Мусульманин Он Может Оплодотворить Позволить Ее родить И будет Бороться За ребенка А чтобы Ее в дом Везти Она обязательно Должна быть Мусульманкой А русский Не будет Какая она Жила Привел И все Ну а Арбакайте Знаете Кто такая Она там Своего Руслана Опознакомилась С чеченцем Вот тебе Фибушки Нету Вначале Ходотайствовать Подключилась Примадонна Никак Дошли До Путина А Путин С Рамзаном Кадыровым Они друзья Рамзан Кадыровым Сразу Ответил Она же Знала За кого Иди Вот У нас Это Национальная Обычь У вас Такого Обычия Нету Тебе Встреча Не запрещена Приходя Он уже И русский язык Может забыл И бабкой Все его учат Это новый Гражданин Чеченец Боется Растет А чтобы они Бабы вырастили Какого из него Один говорит Мне когда было Четыре года Я говорю Мама приводила Подруг Мама приводила Подруг Незамуженную А сама Она на буху Б фамилия У ней Меня Поставят Здесь Разделут И со всех сторон Рассматривают Мои детские Достоинства И подруги Такие же незамужние На стол поставят Разделут А он все Это парень Помнит И какой он Зверев Какой-нибудь Он сейчас Он сейчас В кадетской школе У Рамзана Кадырова Я видела Репортаж Недавно По телевизору Про пацана этого Да Про пацана этого Сына Рабакайте У Рамзана Кадырова В кадетской школе Учится Сколько ему уже лет Ему уже 17 лет Он был Сын Кадыров Сын Вот этого вот Сына Кадырова У Рамзана Кадырова В кадетах Ну все Я в газете считал Там это самое Там такая Прелегированная Какая-то Кадетская школа Туда принимают Только вот Таких вот А показывали А показывали Как дерутся они Посмотри Когда они на ринге Это Рамзана Кадырова Дети-то там Дерутся То они Взрослый не устает Страшно Лучше Самое Тренера И вот И вот она Сколько не била Все Иди Еще раз Замуж Погоди Еще раз Жай Ну выходи До русского Он ребенку Тебя никогда Просить не будет Он так рад Будет Что ты на него Не повешала А он Насмерть бьется Почему Это новый Герой растет Страны А я этому Из Будину Который там А он С меня Ростом И здоровый Такой Здоровее меня Борьбой занимается Вольной И это Я ему рассказал Что вот о Бороде Как говорят Он Он в стойку Встал такой А кто это Говорит у вас Я говорю Ну там водители Как звать А он всех знает Водителей Как звать водителей Я говорю Да водитель-то тут Причем Нет Мне интересно Я с ним поговорю А потом все выясню И скажи Как водитель Я говорю Слушай Не надо Давай Без этого А я все равно Там сейчас пойду Со всеми поговорю Что это они О Бороде такое говорят Я тебя к нам Приглашаю Приезжай ко мне Телефон Мне все Приезжай Говорит Пойду вместе В мечеть Сходим туда Ты почтенный И уважаемый человек Тебя все поймут Сразу Говорит Не бойся Говорит Мы тебя в рабство Не купим Не возьмем Приехали Они ставили с тобой Вдоль дороги А я как-то проговорился Говорит Тут милиционер живет Он замучил жалобы И прокуратуру Да вы что Да мы его сегодня ночью В болоте утопим И все Собъем Он подполком Мне кажется Милиция Они тоже Прямо сегодня Я их уговарю Да нет Да как же так С такими людьми Живет Такой Да утопить И все Он уговаривать не будет Скоро Они там будут Патриотические песни Петь Я думаю Про кузнечика Который сидит И ждет Российский кузнечик Пусть он поет Наши день победы Выучил бы Я не вижу пока В детях этого Ничего они не поют Они веруют А вы хоть бы пели Сережа Наверное все Закончил Комментарий Зачитаю Тут Семь строчек Ибо кто знает Писание Далее вы цитируете Филакта Как следует Тот никогда Не будет совращен Ибо священные Писания Приводят человека К тому Чтобы он Уверовал во Христа Нет ничего Выше Яснее Прекраснее Тверже Православной веры Которая основана На Евангелии И такое Сокровище Священники Скрыли от народа Сделав народ Легко Уязвимым Любым Хищным Зверем Ибо Кто знает Писание Как следует Тот Никогда Не будет Совращен Аминь Достойная Всякого Истину Блажите Тя Богородицу Приснаблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И Славнейшую До сравнения Серафин Безыстрения Бога Слава Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем И Игорь Тихонович Ждем Слова Вашего Молитвенного Придите К нам К нам Придите Слово Молитвенное Ждем Господу Отец Наш Небесный Во Иисуса Христа Просим Прими Нашу Молитву И Все Чем Погрешили Прости Благослови Исполни Силой Благодати Дабы Слово Твое Приносило Обильные Плоды Посети Одиноких Покинутых Парализованного Сергея Анастасия Александра Галину И нас Помилуй Милости Твоей Ради Соделай Истинными Твоими Свидетелями Не ищущими Своего На славу Твоей Тебе Слава За все Отец Сын Святой Дух Аминь Аминь Богу Слава За все Спаси Христос Слава Иисусу Христу Веки Вечная Редактор субтитров